Всем привет, друзья! Вы у меня на канале, ну а я на даче. Сегодня приготовим плов. Я поделюсь своими секретами его приготовления. Для начала порежу мясо. У меня говядина, баранины найти не смог. Мясо порежу небольшими кубиками. Следующий на очереди у нас лук. Лук режу полукольцами. У меня 4 луковицы среднего размера. Ну и куда же без морковки в плове? Морковь режем соломкой. Существует золотое правило плова. На 1 килограмм риса нужно 1 килограмм мяса, 1 килограмм моркови и грамм 300 лука. Важным моментом приготовления плова является огонь, поэтому травами нужно запастись основательно. Я готовлю по принципу от большего огню к меньшему. Когда обжариваю мясо и лук, огонь максимальный. Когда готовится зирвак, огонь средний. А когда плов доходит, огонь минимальный. Когда казан нагрелся, наливаю масло. Масло наливаю по стенкам казана и даю маслу также нагреться. Проверяю одним кусочком. Если масло зашипело, то есть можно добавить остальное мясо. Даю мясу поджариться и только потом перемешиваю. Очень важно, чтобы наше мясо не сгорело. Мясо поджарилось и можно добавить лук. В некоторых рецептах лук добавляют вначале, но так есть риск, что наш лук подгорит. Он и так разойдется вплое. Лук стал золотистым и можно добавить нашу морковь. После перемешивания я собираю все продукты в центре казана. Если будет контакт со стенками казана, они могут подгореть. Морковь поджарилась и время добавить специи. Добавляйте те специи, которые нравятся именно вам. Главное, чтобы в основе была зира. Добавляем в наш казан воды и варим зирвак. Зирвак варить будет минут 40. Через 10 минут добавим 2 головки чеснока и 2 стручковых острых перца. Огонь при варке зирвака должен быть средний. Зирвак не должен сильно кипеть. Прошло 40 минут и самое время добавить рис. Я взял пропаренный. Если будете брать непропаренный рис, хорошенько его промойте, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Аккуратно разравниваю рис по казану и помню, что чем меньше контакт со стенками, тем меньше вероятность, что что-то подгорит. Добавляю в казан воду так, чтобы она покрывала наш рис примерно на 1 сантиметр. Через 10 минут, когда часть воды впиталась в рис, собираю весь рис к центру казана и накрываю керамической тарелкой. Закрываю казан, делаю огонь минимальный и еще даю повариться 10 минут. Через 10 минут снимаю казан с огня и даю ему еще настояться минут 15. Пока плов отдыхает, приготовлю салатик к нему. Салат называется Чучук. Салат из помидора и лука. Нарезаю 4 крупных помидора, нарезаю на крупные кубики. Нарезаю 2 луковицы полукольцами, распределяю. Добавляю 2 столовых ложки уксуса, я взял яблочный. 2 столовых ложки масла, у меня оливковое. 2 столовых ложки сахара. Ну и соль, перец по вкусу. Все хорошенько перемешиваю и наш салатик готов. Время накладывать плов. Смотрите, как рассыпчатый он получился. Рисенька к рисеньке. А все потому, что я соблюдал простые правила. Украшу блюдо с пловом, чесноком и перцем. Приятного аппетита!